Друзья мои, я прошу, во-первых, меня простить за не очень чёсанный и не очень накрашенный вид. Я снимаю своё видео просто вот в моменте, потому что у меня очень-очень мало времени свободного. Поэтому я как бы, ну вот, по-быстрому, по-быстрому. Я хочу сегодня снять такое видео, может быть, это станет новым форматом на моём канале, может быть и нет. Посмотрим, как пойдёт, как вы будете смотреть, как зайдёт это видео. Я приготовила 5 аутфитов на каждый день. Вот таких вот, которые можно надеть на работу, подвигло меня на это то, что нас, как бы, правда, ещё пока не возвращают на работу. Мы по-прежнему работаем из дома, но ходят разговоры, что вот с какого-то там марта или что-то такое мы начнём ходить на работу. И я подумала, поскольку я всё равно нахожусь дома, у меня есть очень много времени, то я могу сейчас насобирать как бы аутфитов на будущее, что когда мы вернёмся на работу, что утром вставая, мне не надо будет в попыхах бежать в шкаф что-то придумывать, а вот у меня уже будут какие-то наработки, которые я запомню и буду использовать в дальнейшем. Вот решила я так попробовать, решила сделать такую-такую рубрику. Я не уверена, что я буду продолжать, потому что это очень трудоёмкая работа. Я постараюсь, может быть, раз в неделю, может быть, раз в две недели выкладывать такого типа видео. Если вам понравится, если вы будете смотреть, я буду продолжать снимать такие видео. Ну что ж, понедельник, день тяжёлый, поэтому одеваемся, ну не то чтобы мрачно, но так скромненько. Настроение не самое яркое и боевое. Значит, это платье из H&M у меня. Покупалось когда-то мной, наверное, год назад, если даже не больше. Восьмой размер, прямое совершенно платье, вот с таким вот поясом. Но поскольку погода не самая, что ни на есть, такая летняя, весенняя, то я к нему решила надеть пиджак. Сейчас покажу какой. Вот такой пиджачок из Зары. Твидовая ткань, короткий пиджак, гусиная лапка и, по-моему, очень подходит по цвету. Давайте посмотрим, как это будет смотреться вместе. Значит, вот как-то так. Вам неплохо. А в качестве украшения я решила надеть две серебряные брошки на ласкан пиджака, потому что, видите, здесь серебряная пряжка на поясе и вот такие вот две брошки. И у меня есть очень похожие серёжки, которые очень подходят к брошке, к брошке пёрышка. Вот такие серебряные брошки. Давайте я их сюда положу, чтобы было понятнее. Вот так. Окей. Первый аутфит готов. Потом я вам покажу ещё, какую я возьму обувь, какую я надену обувь и какую я надену пальто со всем этим. Вторник настроение повеселее, поэтому одеваем что-то более цветное. Это платье из Юникло, коллаборация с Мэри Мэку. Несколько лет назад я его купила. Оно вот такое вот яркое, красивое, цветное, трикотажное платье. Никаких пиджаков, ничего к нему не надо, потому что оно довольно тёплое. Очень красивые цвета, сиренево-зелёный и чёрный. Красивое сочетание, необычное. И к нему я решила надеть украшения. Сейчас покажу, какие. Из Секонда у меня есть вот такая вот цепь винтажная. С такими вот красивыми камушками, которые, видите, где-то перекликаются. Вот зелёное с зелёным. Это больше сиреневый. На камеру немножко не очень хорошо видно, как-то отсвечивает. И к нему у меня есть вот такие вот клипсы. Тоже, которые я купила в Секонде. И очень они подходят. Причём клипсы, видите, какие интересные. Они с одной стороны камушек, с одной стороны зелёный, с другой стороны сиреневый. И вот этот зелёный очень подходит. И вот этот сиреневый очень подходит к этим бусам. Купила их отдельно, не вместе. Но вот удивительно, они хорошо подошли друг к другу. Так, среда. На среду у нас намечен такой аутфит. У меня, вернее, юбка. Изары. Вот такая вот красивая, яркая. Очень много в ней цветов. Сиреневый, оранжевый. Какие-то ещё тут попадаются. В общем, много цветов. И к ней я решила надеть вот такой вот свитер. Не примеряла. Потом мы с вами вместе примерим. И посмотрим, если это хорошо. Ну, по-моему, вот по цвету. Свитер какой-то ноунейм. Не помню даже откуда. Дешёвый какой-то. Вот такой свитер. Посмотрю, если это будет вместе хорошо. Покажу вам. Если нет, придумаем что-нибудь другое. И в качестве украшения вот у меня есть такой мальтийский крест. Тоже из секонда. По-моему, очень подходит по расцветке. Немножко такой мрачноватый получается. Ну, ладно. Ну, да ладно. А к нему у меня есть такие серьги и браслет. Не совсем к нему. Но я вам сейчас покажу. Посмотрим, если это подойдёт. И будет хорошо вместе смотреться. Смотрите, оно не совсем как бы точно подходит. Но, по-моему, достаточно хорошо подходит к этому кресту. Вот здесь у меня потеряно, кстати, два камушка. Отклеились. Но я хочу сказать, что это выглядит как будто бы так и надо. Просто вот как будто бы нету камушков металлические такие. Как будто просто металлические вставки. И по цветам, мне кажется, оно очень как-то так подходит хорошо. Немножко такой мрачный получается аутфит, но для среды в сам раз. Ну и что? Четверг – это, как вы знаете, маленькая пятница. Поэтому одеваемся весело. Выбрала я такое платье-свитер. Оно довольно длинное. Ну, выше колена, не слишком длинное. Очень красивого голубого цвета. И вот такое вот у меня есть украшение. Очень старое. Купленное когда-то в Заре. Но оно настолько необычное и настолько красивое, что я его храню. И очень с удовольствием ношу всегда. Когда вот есть у меня какие-то такие вещи. Типа вот, знаете, свитер на длинный или что-то такое. Удобство его еще в том, что вот здесь вот оно регулируется. И можно делать его чуть-чуть короче, чуть-чуть длиннее. В общем, в зависимости от того, с чем вы его носите. И к нему я выбрала серьги. Тоже очень старые. Они даже, видите, здесь душка почернела. Обычные металлические серьги. Но если честно, я когда-то их купила сто лет назад. И они настолько удачные, я не могу найти им замену. Вот они такого мятого золота. Но они при этом маленькие, такие компактные, очень удобные. Здесь, в принципе, золото матовое, а серьги блестящие. Но я думаю, что ничего страшного. На ухе это не будет очень сильно заметно. И мне кажется, что вот они по стилю хорошо подходят к этому украшению. Ну и пятница, джинсовый день. Что значит на работе? Ну я же как бы на работу подбираю образы. У нас в пятницу casual day это называется. То есть в пятницу можно приходить в джинсах. Единственный день, когда можно в офис приходить в джинсах. Как бы это все было до пандемии. Сейчас можно приходить в чем хочешь, когда хочешь. Но я придерживаюсь как бы старых традиций. И вот я подобрала вот такой свитер. Он как бы из ХБ. Свитер от Mango. От Mango. От Mango. Не знаю. И он вот такой вот веселенький. Хорошенький свитерок. Сейчас вот берем к нему какие-нибудь джинсы. Если честно, мне кажется, что он для джинс коротковат. Потому что я предпочитаю носить с джинсами вещи какие-то подлиннее. Ну посмотрим, примерим. В крайнем случае поменяем. Джинсы просто простые синие джинсы. Прямые. Не суженные к низу, а такие не клюшные. А просто прямые джинсы. И вот этот свитер, по-видимому, все-таки он немножко коротковат для них. Но посмотрим, примерим. Походу разберемся. Насчет украшений я даже не знаю. Свитер такой яркий, разноцветный, что, наверное, ничего к нему и не нужно больше. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я взяла вот такую черную нейтральную сумку, которая подходит к черному платью. И вот такие вот сапоги, которые очень подходят к цвету пиджака и к полоскам на платье. Вот такой образ. Сейчас надену пальто и покажу пальто. Я осталась в бежевом тоне, надела вот это пальто-халат. Почему? Потому что у меня здесь пиджак и он довольно объемный. И мне нужно такое пальто большое, широкое, которое мне будет, в принципе, легко налезет на этот пиджак. А это пальто такое просторное, широкое. Ну и, в общем, вот так вот выглядит весь образ. Обычная сумка такая с цепочкой, ручкой, цепью, черной, G. Поэтому, как бы, она может подойти к любому, к любому абсолютно цвету. И сапоги пальто. Дорогие друзья, аутфит вторника. Вот эти серьги с бусами. Надела я сиреневые сапоги. Они прямо вот сиреневые под цвет платья. И взяла вот такую светло-сиреневую сумочку, которая подходит тоже, мне кажется. Потому что она светло-сиреневая, а сапоги темно-сиреневые. И кусочек платья тоже темно-сиреневый. И в качестве верхней одежды я надела такую шубку. Ну, в принципе, весна как бы ранняя, еще довольно прохладно у нас. И вполне легкие вот эти вот искусственные шубы. Их вполне можно носить. Она не теплее, чем любое демисезонное пальто. И такого нейтрального бежевого цвета. В принципе, вот так вот это выглядит. Среда, середина недели. Образ для среды. Знаете что? Наверное... Ой, перевернулась. Наверное, мой самый любимый. Вот если честно, я вот смотрю на себя и мне как-то больше всего нравится. Сапоги я надела такие рыжие, под цвет юбки. Сумка тоже под цвет. Такая немножко оранжево-рыжая. Вот он такой, видите, весь бордово-оранжевый. Получился образ. Мне кажется, очень неплохо. Сейчас еще надену пальто, чтобы вам показать полностью, как это будет выглядеть. Образ пальто. Пальто такое, видите, клетку. Тоже с таких расцветочек бордово-рыжеватых, таких коричневых. В общем, все в таком, в одном тоне. Все подходит. Все прям чики-пуки, как я все подобрала. Аж само мне нравится. Ну, хвалю себя, девочки. Хвалю, не нахвалюсь. Вообще, очень люблю это пальто, кстати. Это из манго, по-моему, пальто. Оно очень такое интересное, ко всему подходит. У него такие пуговицы интересные. Оно, в общем-то, не броское, не яркое, но довольно такое интересное пальто. Так, у нас четверг. Почти пятница. И мое платье я надела, голубое платье, с такими черными, почти ботфортными сапогами, с очень интересным каблуком и очень интересным такой квадратным носом. И тоже взяла черную сумочку, потому что, ну, не буду я менять уже так много сумок, хотя могу. Но, знаете, просто неохота, если честно, вот даже не потому что для съемки, а в жизни тоже. У меня есть несколько сумок на неделю, как бы, я их где-то вот, они у меня в ротации, я из них перекладываю вещи из, там, кошелек, все, ключи и так далее. Иногда это даже просто одна сумка, которую я вот беру и ношу, и ношу, и ношу. Иногда несколько сумок я их просто вот кладу где-то ближе к входу. И в зависимости от того, какой у меня аутфит, я их как бы беру в использование. Опять же, здесь у меня золото, но за счет того, что ручка вот такая вот черная, металлическая, она может носиться абсолютно совсем. Вот так выглядит мой образ без пальто, без верхней одежды. И вот тут я прям решила, знаете, шикануть, вот прямо взять вот два таких пастельных цвета, смешать очень красивый розовый. Вы помните, наверное, это розовое пальто из Zara, я вам его показывала, по-моему, в прошлом году я его купила на распродаже. Очень задешево, в нем очень хороший состав, там много шерсти, махера в нем. И вот два таких вот цвета, мне кажется, это очень красиво, очень по-весеннему. Вот такой вот голубой и вот такой вот розовый. И уже как бы в аксессуарах я уже осталась с черным, тем более, что у меня черное ожерелье, черная сумка и черные сапоги. Красивое сочетание розовое с голубым, нежных оттенков, очень красиво. Итак, дорогие девочки, показываю мой окончательный образ на пятницу. Свитер джинсы, светлую куртку молочного цвета и молочные ботинки. И черную сумку на цепочке, которая подходит под цвет подошвы ботинок, потому что они... Видите, с черной подошвы и черной комок. Вот такой у меня окончательный образ на пятницу. Дорогие друзья, такое у меня получилось видео. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что я вернусь к этому формату и снова сниму что-то подобное. А на сегодня всё. Люблю, целую. С вами была ваша дита из Канады. Пока-бока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok